Пашинян отказался от родины, конституции, церкви, декларации и независимости. В политологии отсутствует точное определение правящего политического строя Армении. Режим Пашиняна, нечто среднее между тиранией, авторитарно, поданической традицией и абсолютизмом. В нашей стране давно уже не действует гражданский договор, в отличие от демократического устройства, насильственное подчинение правящему режиму исключает договорные отношения граждан и власти. Если тирания — это система правления, отличающаяся особой жестокостью и бесконтрольностью власти, Аристотель считал, что так выглядит вырождение демократии в диктатуру, а абсолютизм — это неограниченная власть одного лица, то Пашинян вполне соответствуем этим определениям. Этот человек в публичном пространстве ежедневно отрекается от родины, конституции, армянской апостольской святой церкви, от декларации независимости, и все это от имени народа. Путем беспрецедентных репрессий армянский народ вынуждают отречься от исторической памяти и национальной идентичности посредством голосования за проект новой конституции, который станет квинтэссенцией предательства. Разве это родина, это остатки родины? За подобное заявление немцы в одночасье смели бы Шольца, а французы — Макрона, армянский народ, увы, истерпел, и это. Если бы зачинщикам акции 24 февраля на центральной площади Ичмядзина им. Комитаса с требованием отставки католикоса всех армян не воспротивились люди Артура Асатряна, Дона Пипа, то вряд ли крестовому походу на церковь помешали бы полицейские. Не исключено, что за спиной у зачинщиков безобразия стоят люди из ближайшего окружения Пашиняна, если не сам Пашинян. Напомню, что движение за отставку католикоса назвало себя громким именем Вардананг, предатели часто маскируются под патриотов. Надеемся, что 24 февраля в 15 часов на центральную площадь духовной столицы Ра уже никто не придет. Провокация провалилась, впрочем, ничего нельзя утверждать наверняка. Новое движение стало продолжением движения, заявившего о себе в 2019 году, под лозунгом «Новая Армения, новый католикос». Некоторые из его участников впоследствии получили должности в структурах власти. Сегодня верхушка режима, которая, по примеру главаря и его жены, не посещает церковь, решила продолжить борьбу с католикосом, которая, на самом деле, является борьбой против армянской апостольской святой церкви. При прежних руководителях государства высокие иностранные гости непременно посещали резиденцию католикоса. Это придавало государственным визитам особый смысл, официальные лица понимали, что прибыли в страну, которая первой приняла христианство в качестве государственной религии. Члены оппозиционной фракции Ичмядзин в Совете Вагаршапата Севак Хачатрян, Эмма Патурян, Армен Давтян и другие. Не уверены, что публичная отмена акции вице-мэром Вагаршапата может помешать ее зачинщикам. Члены Совета объявили, что движение Вардананг преследует целью удар по духовным ценностям и армянской апостольской святой церкви. Как тут не вспомнить заявление министра науки, образования, культуры и спорта Жанны Андреасян о том, что церковь — это не безусловная ценность. Почти сразу за сообщением об отмене акции Вардананг пришли сведения о том, что в военных частях демонтировали уголки славы. Измо последовало опровержение. Дескать, ведут ремонтные работы, так как уголки обветшали и нуждаются в тематическом пополнении. Как тут не вспомнить восклицание Пашиняна, куда ни глянь, всюду герои. Известно о негласном распоряжении министра Андреасян по поводу демонтажа школьных уголков славы. Опровержению министерства никто не поверил. Известный литературовед Серж Срапионин поделился сведениями из Армавирского Марза. Община Танзут, о том, что в местной школе получили директиву снять со стен портреты героев, дескать, они отвлекают внимание учащихся. Дирекция воспротивилась и не ликвидировала уголок славы, в котором были выставлены портреты погибших односельчан. Срапионин сказал, что аналогичные сигналы поступают и из других школ. Судя по всему, директивы министра подразумевают, что система образования должна копировать поведение азербайджанцев в оккупированном Арцайо. Села Центральной площади Арарата убрали портреты героев, погибших за освобождение Арцаха, и это не случайный выбор, ведь Арарат — родина Спарапета Вазгена Саркисяна. Одновременно с сайта МИД РА исчез отдел, повествующий об Арцайо на всех языках. Сделано это было по прямому указанию из Баку, но в МИД придумали отговорку. Авторитарно-поданическая традиция вынуждает гордых граждан страны победившей революции через шесть лет отречься от основополагающих ценностей, от Родины, Церкви и истории народа, его традиций до элементарных гражданских свобод. В РА грубо попираются основополагающие права граждан, право на собрание и право на свободу слова. В стране десятки политзаключенных, закон о конфискации имущества, нажитого преступным путем используется для запугивания политических оппонентов, с той же целью применяется мера пресечения в виде ареста. Последние выступления главаря режима сводятся к ключевой идее, дескать, власть делает все для достижения мира. Пашинян спасает народ от войны ценой отречения армян от национальной идентичности. После капитуляции 9 ноября 2020 года, он объявил, что спас 35 тысяч жизней, цифра все время росла, теперь он спасает весь народ, но для этого спасения, по его словам, нужно сделать очень неприятные и очень тяжелые вещи. Иными словами, нужно, следуя личному примеру Пашиняна, отречься от Родины, Конституции, Церкви, Декларации и независимости и прочь. Все, кто выступит против отречения от национальной идентичности, считаются носителями вредоносной идеологии Горегин Анжде, определение Андреасян. Эти люди уже причислены агитпропом режима к поджигателям войны. Пашинян открыто говорит об угрозе новой агрессии Алиева против армянского народа, но старательно замалчивает тот факт, что эта угроза не упала с неба, а стала следствием его капитулянской политики. Очень неприятные и очень тяжелые вещи делать не надо, надо сделать только одну вещь, избавить народ от марионеточного режима и усадить его главаря на скамью подсудимых. Может в перерывах между заграничными вояжами парламентская оппозиция подумает и на эту тему. Отвечая на днях на вопрос журналиста, не пора ли оппозиции приступить к новому витку уличной борьбы за свержение режима, депутат от фракции Айастан Агван Варданян подчеркнул, что это время приближается.